Алёна, самые яркие впечатления прошлого сезона? Наверное, это финал юниорского гран-при, потому что мы соревновались между собой, и также у нас была возможность посмотреть на взрослых. Это, конечно же, намного интереснее, чем смотреть только среди своих. В основном в последние разминки все хотят попасть. И если туда попадаешь, у тебя уже нет возможности посмотреть на это. Вы сделали тогда много фото в Японии, и Арфаэль Артюнян сказал, что эти девочки сделали мой день, потому что они сфотографировались со всеми участниками мужского финала, включая меня. Ты с кем хотел сфотографироваться? Изначально я очень хотела сфотографироваться с Найтли Ченом, Шомой Луной и как раз с Арфаэлем. Удалось? Да. Также нам очень понравились и Адам Риппан, и Джейсон Браун. Очень достойно выступили. Очень красивую программу. Очень насыщенно интересная. В феврале были Олимпийские игры. Тренеры надолго уезжали на сборы и потом на Олимпиаду с Женей и Алиной. С кем вы оставались и как работали? Потому что нужно было готовиться к универсальному чемпионату мира. Мы оставались с Сергеем Александровичем Розановым, но в тренировках не сильно что-то изменилось. У нас в группе такой настрой, что ты выходишь на лед, ты работаешь, потому что это надо тебе. Ты посвятил этому всю жизнь, и это твоя задача, твоя цель. Тренеры могут тебе только помочь. Тяжело заставлять себя? Местами бывает так. Заключительным стартом сезона стал юниорский чемпионат мира. Что запомнилось там больше всего? Запомнились две вещи. Показательные и допинг-контроль. Показательные, потому что это мои первые показатели, в которых я участвую. И в общем выходе, и весь сам процесс интересный. А допинг-контроль просто мы сидели очень долго на нем. Сначала сидели, потом ходили, бегали, танцевали в зале. В общем, так до 12. Расскажи, пожалуйста, какие новые программы поставили и кто поставил? Поставил новые программы Даниил Маркович. Мне понравилось, что с этой линии органы вместе ставили. В короткой программе я катаюсь Ангелом, который в самом начале программы паус и бес. И я глядываюсь, смотрю, мне тут не нравится. И в конце программы у меня все-таки предоставляется возможность улететь обратно. А произвольная программа у меня Ромео Джульетто. И ты испоряжаешь людей? Программа нравится тебе? Нравится. Тяжело после отдыха вообще втягиваться в себя? Ну... В работу? Частями да. Психологически или физически какие-то есть сложности? Физически тяжело. После отдыха ты приезжаешь морально отдохнувши за эти две, чуть больше даже, недели. Ты успеваешь отдохнуть и так, и так, но когда ты приезжаешь тренироваться на сборы, но из-за того, что форма не наработана, тебе, естественно, тяжело. Будут ли какие-то изменения по ходу сезона в этих программах и в межсезонье, то есть летом? Пробовала ли ты выучить какие-то сложные элементы? Я надеюсь, что мы будем усовершенствоваться в техническом плане, потому что еще программа не вся готова. Мы просто будем надеяться, что ее удастся усовершенствовать. У вас очень сильная группа. Как тебе кажется, за счет чего в вашей группе, спортсменам вашей группы удается добиваться результата? За счет того, что мы катаемся для себя в первую очередь. Это надо нам. То есть ты выходишь с осознанным пониманием того, что тебе надо, что ты хочешь получить от жизни. Я считаю, что в основном, как азартная игра, когда ты выходишь на лед. Да, бывают проигрыши. Если ты выдержишь эти проигрыши, ты поднимешься намного выше, чем был до этого. Я желаю, Ален, чтобы твои планы осуществились. Спасибо тебе большое.